Школа зимних видов спорта не так давно пополнилась новым отделением. Среди самых юных воспитанников в возрасте от 9 до 12 лет около третий – первый набор биатлонистов. Они станут дебютантами в традиционной эстафете. Веселые старты проводят трижды в год. У нас отделение открыто только с 1 января. Работают у нас сейчас три тренера на отделении биатлона. Есть один у нас тренер, очень титулованный, вы знаете, Хохряков Игорь Викторович. Он неоднократный участник чемпионатов России, первенств мира, даже олимпийских игр. Поэтому у нас набор идет, в принципе, хорошо. Для юных биатлонистов этот старт особый. Среди детей раздается шепот – сейчас к нам придет олимпийская чемпионка. Светлана Ишмуратова не только пришла сама. На Сахалин она привезла с собой 8-летнего сына для участия в эстафете. Мишу пока не берут в отделение зимних видов спорта. Минимальный возраст – 9 лет. Но общей физподготовкой титулованная мама занимается с ребенком плотно. Мы сейчас наращиваем все мускулатуру. Мы с ним бегаем, прыгаем, отжимаемся, качаем пресс. Причем это делаем вдвоем. Я думаю, что к 9-летнему возрасту мы подойдем уже в такой полной физической кондиции, чтобы нас взяли в спорт. И всегда у нас желают удачи. Тренируются все. Первое место – оно одно. Поэтому нужно пожелать им всем удачи. А успех – он сам придет к ним, если они будут работать над этим. Веселые старты состояли из 8 эстафетных забегов. Каждый последующий специально осложняли так, чтобы была польза для юных спортсменов. Все-таки это часть тренировочного процесса. То нужно клюшкой догнать до финиша теннисный мячик, то совладать с обручем. Допустим, когда мы мяч кидаем, ну, я не знаю, координация как бы развивается. Ну, бег тоже. Когда бегаешь, ты пытаешься быстрее. И получается, что ты как бы быстрее начинаешь бегать. Какая из команд стала лучшей в таких соревнованиях не так важно. Их девиз – главное не победа, а участие. Все юные спортсмены, а их собралось около 500, получили сладкие призы. Продолжение следует...